Все учебники находятся в портфеле. Вот, например, зайдем в географию. Вот у нас география читать. И вот сам учебник. Его можно листать долго, но чтобы уменьшить это дело, можно просто нажать сюда, нажать смист, и тут выделится любой параграф, который тебе нужен. Лолита перешла в восьмой класс. Теперь школе ей не придется носить тяжелый рюкзак, набитый книгами. Программа «Электронный учебник» позволит установить дистанционную связь с учителем прямо на уроке. Легко работать с учителем, потому что у учителей тоже есть эти программы, и ты можешь концентрироваться на одном, а не искать, листать свои книжки, в которых куча страниц, и тем более книги очень тяжелые, и заставляют книги носить не одну, а по пять, по шесть уроков. Так что этот учебник «Электронный учебник» очень облегчает нашу жизнь. Приложение можно найти в свободном доступе в интернете и скачать на любой гаджет, планшет или компьютер. Разработали инновацию именно одесские программисты. Это фактически не скачанный PDF или версия электронного учебника, а это электронный сервис, который работает как на смартфонах, планшетах, на ноутбуках, с интернетом, без интернета. Вы можете начать учить ваш материал на смартфоне, закончить вечером на лаптопе, все синхронизировано в облаке, есть у вас свой аккаунт, к которому привязывается вся информация. Программа позволит ежегодно экономить на печатных учебниках, загружая новые приложения. В Одессе уже разработана электронная версия для седьмых классов и идут переговоры с издателями книг для восьмиклассников. Министр образования Лилия Гриневич сообщила, что уже закупаются книги сразу с электронными версиями. То, что вы сделали в Одессе, то, что происходит в Одесской области с поводу дистанционного учения, это очень важная, интересная региональная практика, которая, я думаю, ценна для того, чтобы ее расширить на всю Украину. Мы цього года закупируем подручники девятих классов и выдавцы обязаны надавать уже разом с паперовой версией электронную. Это означает, что властником электронной версии уже будет Министерство освяти и науки и за это не нужно платить. Если мы возьмем экономическую часть, потому что это не было важно, доступ, но фактически это плата за сервис. Это не покупка за сервисное обслуживание 90 гривен плата в год за пользование всеми абсолютно учебниками. Абсолютно все учебники. Если мы возьмем сейчас любую печатную версию, стоимость учебника в среднем, наверное, 60 гривен, 70 гривен одного учебника. Здесь доступ ко всем абсолютно 90 гривен – это символическая практика. Для возможности проведения интерактивных уроков необходима также целевая программа по закупке специальных сенсорных досок. Во время презентации преподаватели показали, как могут проходить уроки. Наши дети очень любят что-нибудь делать руками. И когда на украинском языке можно взять какое-нибудь слово и расставить его в два столбика физически, для детей 5, 6, 7 класса – это значительно увлекательнее, чем записывать просто в два столбика какие-то слова. На уроках геометрии, когда я не трачу время на чертежи, я просто беру готовый треугольничек и рисую его. С помощью маркера я пишу название угол, называю ребенка, и мы начинаем решать задачу. Масштабное внедрение электронного учебника в Украине требует полного покрытия скоростного интернета в нашей стране, говорит министр образования. Развиваться электронные и печатные издания будут параллельно. Еще один важный аспект для перехода на новую форму обучения – подготовка преподавателей. При этом самим учителям идея нравится. Главное, чтобы у каждого украинского ребенка был доступ к современным технологиям.